В мае В мае 1978 года в Москве, в радостные дни празднования святоносного воскресения Христова, русская православная церковь торжественно отмечала 60-летие восстановления московского патриаршего престола. Благодарственный молебен перед Иверской иконой Божьей Матери возглавил член Священного Синода митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Божье Божье, упование наше, слава Тебе! По окончании молебна патриарх Пимен обратился к участникам и гостям торжеств со словами сердечного приветствия и сказал, что русская церковь всегда считала насущно необходимым соединять свои усилия с усилиями наших братьев и сестер, принадлежащих к другим христианским церквам и последователями иных религий. Патриарх поблагодарил за предпринятые паломнические труды, за молитвы об успешном осуществлении церковного празднования. Преосвященные архиереи, представители духовенства и мирян, мужских и женских монастырей, духовных школ собрались на торжества Матери Церкви. Эту радость по-братски разделили многочисленные гости. Более 40 церковных делегаций прибыло в Москву в эти праздничные дни. Представители многих церквей из разных стран мира свидетельствовали о возрастании межцерковного и межрелигиозного авторитета Русской Церкви в последние годы. 28 мая началось торжественное заседание, посвященное юбилею. В президиуме святейший патриарх Пимин и члены Священного Синода Русской Православной Церкви в полном составе. Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, патриарший экзарх Западной Европы. Митрополит Киевский и Галецкий Филарет, патриарший экзарх Украины. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий. Митрополит Минский и Белорусский Антоний. Архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим. Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей. В президиуме председатель Совета по делам религии при Совете Министров СССР Владимир Алексеевич Кураедов. Председательствующий митрополит Никодим открывает торжественное заседание и предоставляет слово для доклада Святейшему Патриарху Пимену. Ваше Святейшество, Ваше Блаженство, дорогие архипастыри и пастыри, дорогие гости, участники настоящего торжественного заседания. Благодарю вас, прибывших по нашему братолюбному приглашению в наш первопрестольный град со всего лица земли, дабы разделить с нами радость церковную и в общении Духа войти в любовь Божию. Сегодня молитвой благодарения Пресвятой Владычице нашей Богородице, предъявая иконой именуемой Иверская, мы положили начало празднованию 60-летия восстановления в Русской Православной Церкви Патриаршего Управления. Созванный в Москве после более чем 200-летнего перерыва поместный собор Русской Православной Церкви 4 ноября Старого Силя 1917 года определил восстановить патриаршую форму церковного возглавления. Собор избрал на московский патриарший престол митрополита Московского и Коломенского Тихона. Интронизация нового патриарха была совершена в день празднования введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября Старого Силя 1917 года. Знаменательно, что это выдающееся в истории Русской Православной Церкви событие имело место непосредственно после Великой Октябрьской социалистической революции. Историческая цепь десяти русских патриархов была прервана императорскими реформами в начале XVIII века. Москва 1918 года. Еще продолжалась работа Поместного Собора, а верующие Российской Церкви, православные москвичи, свидетели и участники совершавшихся вокруг исторических событий, устремились на Красную Площадь, чтобы получить первосвятительское благословение XI русского патриарха. Святейший патриарх Тихон. Трудными были годы его правления. После некоторых колебаний патриарх правильно оценил сущность происходивших в России перемен и положил начало установлению нормальных отношений между Церковью и Советским государством. В то же время настойчиво и твердо укрепляя порядок церковный. Пасха суровых военных лет. Сохранению церковного единства, утверждению духовной свободы внутри Церкви, нравственному и патриотическому воспитанию верующих посвятил свою деятельность святейший патриарх Сергий, возглавлявший Церковь с 1925 до 1944 года. Вместе со своим предстоятелем верующие молились о даровании победы измученному войной Отечеству. Ни в удельный период, ни в татарщину, ни в смутное время русская церковь не предавала своего земного Отечества. По призыву патриарха, православное духовенство и верующие мужественно сопротивлялись захватчикам на оккупированных территориях, самоотверженно трудились в тылу. В фонду обороны в годы войны были переданы большие денежные пожертвования, собранные по всем православным приходам. На эти средства были созданы военные эскадрильи имени Александра Невского и танковая колонна имени Дмитрия Донского. Словом и делом, русская церковь во главе с патриархом и священным синодом помогала народу на его тяжком пути к великой победе. В январе 1945 года в Москве состоялся поместный собор русской православной церкви, избравший нового предстоятеля. Им стал митрополит ленинградский и новгородский Алексий. Новому патриарху предстояло осуществить устроение жизни церкви в условиях послевоенной разрухи, упразднить внутрицерковные нестроения, установить братские связи с поместными православными и инославными церквями. Четверть века посвятил святейший патриарх Алексий преданному служению церкви. Русская православная церковь благодарно чтит память своих великих первосвятителей. В дни торжеств были отслужены панихиды у гробниц почивших патриархов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем павшим за Отечество на поле брани Всем погибшим в Великую Отечественную войну возглашается вечная память Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В последние годы Русская Православная Церковь открыла новые приходы в разных местах нашей страны Реставрируются старые и строятся новые храмы В Новосибирской, Таллинской, Новгородской епархиях Верующий всегда отдавал храму лучшее, что имел Мастерство строителя, талант зодчего, художника, иконописца Эти традиции современное православие унаследовало от древних времен Субтитры создавал DimaTorzok 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 Особым попечением и заботой в современной русской православной церкви окружены духовные школы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, отцы и братья! Сегодня благодать Святаго Духа Собрала нас в этом храме Чтобы вознести усердную молитву Перед началом нового учебного года Года новых трудов и напряжений Года усвоения богословских дисциплин и церковного воспитания Всякое служение и всякий труд на земле Почетны и благословены Наше же священническое служение Имеет свои чрезвычайные особенности Оно свято и потому весьма ответственно и требовательно к нам Каждый год в московские, ленинградские, одесскую духовные школы Приходят новые пополнения будущих пастырей, богословов и других служителей церкви Духовные школы сохраняют и развивают замечательные церковные традиции Регинский класс в Ленинградской духовной академии В последние годы значительно увеличен прием во всех семинариях Духовные школы благоустраиваются Новый корпус Одесской духовной семинарии В храме Одесской духовной семинарии происходит рукоположение воспитанников в священный сан Воспитанные в духе любви и предности своему народу и Отечеству Будущие пастыри своим служением и жизнью призваны свидетельствовать истину православия Оплотом православия на юго-западе страны всегда была Почаевская лавра, основанная в 13 веке Здесь в конце 16-го, начале 17-х веков подвязался преподобный Иов Почаевский При жизни пользовавшийся высоким авторитетом подлинной святости О православном иночестве история церкви говорит как об исключительной духовной силе Благотворно влиявший на окружающий мир Почаевская лавра Готовская лавра «Як та царя пара» «Турки с татарами» «Рапы облязали» «Рапы облязали» «Служение иноков миру вытекает из евангельской заповеди о любви к ближнему» «Монах, от всех отделяясь», — говорил преподобный Нил Синайский, — «со всеми стоит в единении» «Монашество служит миру, ибо исполнено любви к образу Божьему, человеку» «Мужские и женские монашеские обители» «Существуют в разных епархиях русской церкви» «Мукачевский женский монастырь в Закарпатье» «Основан в прошлом веке на месте древнейшей в этом крае православной обители» «Всем строем иноческой жизни, созидающим особое духовное единство» «Православные монастыри напоминают, что все мы равны и братья друг другу» «И на благодатный свет монастырей по-прежнему идут отовсюду верующие люди» «Чумалевский вознесенский женский монастырь» «Чумалевский вознесенский женский монастырь» «Общежительные, они существуют усердной молитвой и трудом монашествующих» «Пусть твои на моих, твои гости, за наумовлений» «Правда, как стоящим, без слава, ради тебя, удачи» «Укрепление братских связей с поместными православными церквами» «Развитие форм сотрудничества с инославными церквами и религиозными объединениями» «Активное участие в международных церковных организациях» «Расширение миротворчества и экуменизма» «Вся эта плодотворная внешнецерковная деятельность русской церкви» «Была подробно освящена в докладе святейшего патриарха Пимена» «И получила признание и высокую оценку гостей» «Участников торжественного заседания» Первым со словами приветствия к русской православной церкви и ее гостям обратился председатель Совета по делам религий при Совете министров СССР Владимир Алексеевич Кураедов Русскую церковь сердечно приветствовали главы и представители братских православных церквей почетные гости юбилейного празднования Митрополит Халкидонский Мелитон зачитал поздравительное послание святейшего патриарха Константинопольского Дмитрия I Митрополит Карфагенский Парфений Александрийская церковь говорил, что ни время, ни расстояние не разрушают молитвенные связи между предстоятелями православных церквей Митрополит Триполийский Илья Антиохийская церковь напомнил об исторических связях русской церкви с православным Востоком Благословение Святой Земли передал русской церкви митрополит Петрский Герман Иерусалимской церкви Святейший католикос, патриарх Илья II, предстоятель Грузинской церкви высоко оценил деятельность первоирархов русской церкви Митрополит Приморско-Черногорской Даниил сказал, что делегация серской церкви привезла не только поздравления, но и искреннюю любовь к церкви русской Митрополит Молдовы и Сучавы, феоптист румынской церкви подчеркнул значение совместного миротворческого служения Святейший патриарх Максим говорил о вековой дружбе церквей сестер о подвиге за сто лет дважды совершенным русскими воинами-освободителями на болгарской земле Блаженнейший архиепископ Хризастом выразил глубокую признательность русской церкви за ее нравственную поддержку и сострадание киприотам Митрополит Китерский Варнава и Ладская церковь пожелал русской церкви дальнейшего процветания на благо всех поместных православных церквей Митрополит Варшавский Василий напомнил, что православное единение скреплено славянской кровью, пролитой во Второй мировой войне Как драгоценный символ братской памяти он привез в дар русским братьям польскую землю, собранную на местах боев Епископ Хартвордский Дмитрий, православная церковь в Америке благодарил русскую церковь за ее веру в духовную зрелость американской церкви Представители инославия высоко оценили деятельность русской православной церкви в кругу всей христианской экумены Святейший патриарх католикос всех армян Вазген I пожелал, чтобы вечно лучезарной оставалась русская православная церковь и непоколебимым ее святой патриарший престол Святейший патриарх эфиопский Тетли Хаймонат говорил о давних контактах русской и эфиопской церквей укрепленных дружественными отношениями народов Эфиопии и советской страны Епископ Торелия передал поздравительные послания Святейшего Папы Павла VI главы Римско-католической церкви Митрополит анкималийский Мартиофилос Филиппос говорил о дружественных связях Сирийской ортодоксальной церкви Индии и Русской церкви Русскую церковь тепло приветствовал Джеральд Эллисон Лорд Епископ Лондонский от имени архиепископа Кентерберийского Дональда Когана Предстоятеля церкви Англии От Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана Святейшего Патриарха поздравил муфтий Бабаханов Глубокую благодарность Русской Православной Церкви за ее вклад в работу Всемирного Совета Церквей выразил доктор Алан Браш Выступает епископ доктор Кароли Тотт генеральный секретарь христианской мирной конференции Во многих выступлениях сквозь радость, приветствий звучала тревога и боль из-за отсутствия мира и благополучия в разных районах земного шара В этих условиях особенно повышается ответственность всех религий за судьбы мира и людей Православие всегда несло в мир свет Христового учения высокие идеалы добра и справедливости И в наших домах Русской Православной Церкви ПОЮТ 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 Остался для верующих тем же, кем был для них при жизни 600 лет назад. И сегодня, в день празднования памяти преподобного Сергия, верующие пришли получить благословение великого игумена земли русской. И еще одна сторона духовной жизни открылась гостям юбилейных торжеств на концерте духовной музыки. Поет хор монахов Троица Сергио и Лавры и учащихся московских духовных школ. Сокровище церковной музыкальной культуры в наше время становятся общенациональным достоянием. Выступает государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова. КОНЕЦ Юбилейные торжества продолжались четыре дня и завершились божественной литургией в Патриаршем Богоявленском соборе, на которой присутствовали все участники и гости торжеств. Литургию совершал святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен в сослужении всех членов Священного Синода Русской Православной Церкви. По окончании литургии святейший патриарх Пимен, обращаясь ко всем собравшимся, сказал «Радость нашего церковного празднования разделяет с нами и благочестивый народ церковный. Я поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с ныне празднуемым событием в жизни Святой Церкви, к которому мы благоуспешно подошли всей полнотой церковной». Светильник XI века, как символ горения веры в сердцах и душах верующих, преподнес святейшему патриарху Пимену митрополит Мелитон от имени Константинопольского патриарха. На 61-м году своего обновленного существования Русская Православная Церковь засвидетельствовала перед всем верующим миром, что она свято хранит чистоту веры, апостольское и святоотеческое предание и церковные традиции, надежный источник ее будущего. Русская Православная Церковь